Приветствую вас, дорогие зрители! Благося каждого из вас во имя Иисуса Христа! Давайте, братья и сестры, встанем и помолимся вместе, и тогда начинаем уже с проповеди. Халлелуя! Халлелуя, Иисус, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Отец, просто пусть Твоя слава течет на этом месте во имя Иисуса, пусть Твоя присутствие умножится, пусть помазание Духа Святого сойдет во имя Иисуса. Господь, дай нам Духа, премудрости и откровения. Пусть это Слово будет помазан и сойдет в открытое сердце и приносит великий плод во имя Иисуса Христа. Халлелуя! Пусть Твоя кровь вымывает прямо сейчас от нас, от всяких нечистоты, Господь. Твое Слово говорит, если мы соберемся, то кровь Твоя очищает нас. Слава Тебе, Иисус! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодняшняя тема – слава. Что такое слава Божия? Мы сегодня пели очень много славы Божьей. Слава Богу! Это как прям тему. Спасибо тебе, пастор Виктор Курников, что ты выбрал такие песни, что прям как просто в одном духе, что прям чувствовал, знал, что надо эти песни. И слава Божия, она так велика, она такая славная, такая прекрасная. Халлелуя! Значит, что такое слава Божия? На самом деле, в словах очень трудно описать славу Божию, потому что наш язык несовершенный. Мы можем приблизительно описать славу Божию, да? И давайте посмотрим третья книга царств, восьмая голова, десятый до одиннадцатых стих. Когда священники вышли из святилища, облако наполнено Дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака. Ибо слава Господня наполнена Храм Господень. Представьте себе, что пастор Виктор Курников проповедует, и гоп-бац, на полу. Слава Божию, зашел. И вы тоже. Потому что никто не может уставить славу Божию. Если слава Божия сойдет, то уже все на полу. И я в последнее время очень заинтересовался о славе Божией. Читаю о славе Божией. Читаю все эти местописания, размышляю над ними. Хочу, чтобы Бог открыл мне еще больше славы. Чтобы я пережил еще больше славы. Чтобы научить других войти в славу Божию. И так далее. И тут написано, что облако славы Божией зашел. То есть, это было видно. Он был видимый образ. Какое оно облако было? Это мы не знаем. Слава Божия, это присутствие Бога. Проявленное в той или иной форме. Видимой форме. То есть, Ему можно видеть, и у Него есть какой-то образ. Это один из характера Бога. Это сияние. Это то, что имеет вес. Я часто чувствую славу Божию и присутствую через рук. У меня такая тяжесть. Иногда такая легкость. Как будто сейчас влетаю просто. И здесь я тоже чувствую славу Божию. Потому что, когда мы поем, то ангелы, они пойдут на небеса нашей хвалой, наше поклонение. И не придут обратно. Слава Божией. Написано, что будет время, когда вы увидите ангелы, всходящие и нисходящие. Почему сходящие? Потому что они сходят с нашего духа, с хвалой. И приходят обратно. Слава Божия с небес. Слава Божия, это как огонь. Слава Божия, атмосфера Царствия Небесные. Это проявленное Божие присутствие. И Царство Божие, это не только место где-то на небесах, но это есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Это есть атмосфера. Первая книга Паралипоминон, 16 глава, 27 стих. Слава и величие пред лицом Его. Могущество и радость на месте Святом Его. То есть, если лицо Бога, что это такое? Лицо Бога, это Его присутствие, это Его близость, да? Отношение с Тим. И когда ты придешь к Богу, да? То есть, там должна быть радость, веселье. Аллилуйя. Могущество еще, величие и слава. Там, где Бог, там и слава. Аллилуйя. Первая книга Паралипоминон, 16 глава, 10 до 12 стих. Хвалитесь именем Его Святым, да веселится сердце Иисусших Господа. Зайщите Господа и силы Его. Ищите неперестанно лица Его. Ключевое слово. Ищите неперестанно. Часто, когда мы находим, да, мы войдем в Божье присутствие или слава Божия. И нам достаточно, нам хорошо уже, да? Ну, на самом деле, мы должны не перестануть. Это все время, каждый день. Не только в воскресенье пришел в церковь, поешь ему Аллилуйя, там, слава тебе Иисус. А с понедельника до субботы, или с понедельника до воскресенья, да, ты живешь как, ну, как неверующий, да? Ты не хочешь искать Его лицо, ты не хочешь петь Ему, не хочешь прославлять Его имя. Поминайте чудеса, которые Он сотворил. То есть, вспомни, что Иисус для тебя сделал, от чего Он освободил тебя, от чего Он исцелил тебя. Говори это другим, это вдохновляет других, чтобы другие, может, тоже такие же проблемы, такие же боли, или там, такая же болезнь, или зависимость. И если ты говоришь, что, слушай, я был там, вообще грехе жил, я был алкоголиком, наркоманом, там, или что угодно, да, и говоришь, Иисус меня освободил, и тебя тоже может. Я думаю, человеку придет вера, потому что вера придет от слышания, от слышания от Слова Божьего. Ну, и свидетельство, это тоже как Слово, как Слово. Мы читаем от Слова, мы свидетельство в своем жизни. Так, как ты живешь, другие могут просто смотреть на тебя, а не смотрят, ты верующий или не верующий. Потому что многие верующие не говорят, я верующий, я верующий, но на самом деле они не верующие. Потому что бесы тоже верят, но они трепечат, и они трясутся. Какая разница верующего и не верующего? Верующие делают только Дух Святой, печат Духа Святого. Очень много есть религиозных людей, но их нету жизни. И Дух Святой, он приносит тебе жизнь, он приносит тебе радость, он приносит тебе мир. Если люди видят, что ты в какой-то ситуации можешь такой спокойный быть, где неверующий, например, он сразу злиться был, не знаю, что бы сделал, голова просто открыта была, не знал бы, что делать. Но ты так спокойно сделай все, и тебе все хорошо, как бы, да? Тебе мир. Конечно, мы можем все злиться, да? Но это не значит, что тебе нужно злиться. Мы все можем, мы делаем все решения сами. Мы, типа, ты реагируешь плохо на что-то или не реагируешь. И Дух Святой поможет тебе. Если ты это на самом деле хочешь, Дух Святой поможет тебе. Я с детства хожу в церковь уже, но когда я ходил до, там, 16-18 лет, я не знал Бога. Я ходил, ходил, потому что родители ходили, и если, например, я не пошел в церковь, да, мама сказала, тогда деньги не получишь, например. Вот, ходил из-за денег там. Потом мне нравилось на барабанах играть. Я не умел, конечно, да, но мне нравился этот звук, все. И меня чуть-чуть учили, показали. И каждый раз 10-15 минут до и после служения я играл на барабанах. И это был, как бы, мой интерес в церкви. Один причин, почему прийти в церковь. Мне, ну, неинтересно было там проповедь, слушал, я ничего не понимал. Русский язык у меня был тогда, ну, не очень хороший. И мне было скучно в церкви. Я не знал, почему люди поют, руки поднимают еще. И да. Потом я сам начал в церкви петь и так далее. И я понял, что в прославлении есть сила, и я люблю это делать. Это делал, потому что я люблю Бога, потому что все творения должны петь Богу, да. Святая Рейна поклоняется Богу. И я хотел сам управлять своей жизнью. Все, что я хотел, то я и делал. И я замечал, что, когда я сам управлял своей жизнью, то мне все хуже и хуже стало. У меня появились зависимости, трудности и так далее. Я очень много раз был, где, ну, я не хотел жить, я хочу убить себя. Я, и не просто, что я хотел себя убить, меня хотели убить. Меня дьявол уже с детства хотел убить. Но Бог, Божья рука была на мне. У него великий план, и он держал, он защищал меня. Даже когда я делал какие-то глупости, то я всегда молился, Господь, сохрани меня от этого, помоги мне, Иисус. Я знал, что я могу обратиться к Иисусу. И так чудесно, что даже когда я в грехе жил, когда я не хотел слушать о Боге, Он всегда со мной был. Он защищал меня, Он держал меня от вещей, которые могли бы еще хуже быть, да. И слава Богу за это, потому что Иисус, на самом деле, Он не заставляет никого верить. И я это решение сам делал, что я принял Иисуса в свое сердце, покал со своих грехов. Я так не грешил, что я замечал, что я уже не чистый, я уже нормальный, и я хотел меняться. И я сказал, помню, в Булгарии был с друзьями, я сказал, Господь, я больше так не хочу жить, освободи меня. Делай все, что ты хочешь, как ты хочешь, но я не хочу больше так жить. Я кал со своих грехов, я был на коленях, помню, всю ночь читал Библию. И мне, ну, как бы, я получил откровение, много, как бы, много, что Бог говорил ко мне. Я думал, вау, я слышу, я слышу голос Божий. И это было так прекрасно. Знаете, надо сравнивать жизнь без Иисуса, Иисусом, жизнь Иисусом намного лучше. У меня было много грусти, не знаю, депрессия была или нет, но такое, ну, грусть была, да, такое. И я был одинок, я в семье один, друзья меня тоже, ну, часто дразнили и так далее. И я не чувствовал, что я, как бы, я думаю, что я всегда никто, я что такое, опущенный такое. Вот. И когда Иисус вошел в мое сердце, пришел жизнь, пришел радость, пришел мир, пришел любовь. То, что я в этом мире искал, но нигде не нашел. Только Иисус может вечную радость вставить в себе, вечную любовь, вечный мир. Я замечал, многие люди, они ищут что-то, да, ищут радость, наслаждение, кайф, да, но они ищут не в правильных источниках. И правильный источник только Иисус Христов. Они пойдут, наркотики утепляют, алкоголь пьют, сигареты, да. А нам, нам что надо, нам надо войти в славу Божию. И слава Божия преображает твою жизнь. Аллелуя. Поминайте чудо Иса, которое Он сотрыл, знамение Его и суды уст Его. Тут написано, ищите, не перестань ли лица Его. Искать Господа, общение с Ним, это должен принести тебе радость. Если ты читаешь Библию, чтобы сказать, о, я читал сегодня Библию, я молился сегодня, я пел сегодня, поставить галочку, что все сделал, я ходил в церковь, и так далее, то что-то не так, ты должен что-то менять, ты должен это делать, что как будто, как же, так же, как ты, нормально, ты пьешь. Это для тебя естественно, ты жаждешь, и ты пьешь. Ты все постоянно это делаешь, ты не делаешь, это только воскресенье же. Надо пить все время. И так же поклоняться, молиться каждый день, чтобы это был твой образ жизни, что ты прославляешь в своей жизни Бога, потому что Он достоин всей славы, всей хвалы. И, понимаешь, люди будут чувствовать, они ощущают, ты с Богом или нет. Потому что, если ты каждый день общаешься с Духом Святым, общаешься с Своим Отцом Небесным, то это будет сразу чувствовать, сразу будет видно, ты с Богом или не с Богом. Смотрим дальше от Матфея 4,17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, ибо приблизится Царство Небесное. Приблизится что? Праведность, мир и радость со Святом Духом. И он проповедовал о Царстве все время. Иисус все время говорит о Царстве Небесном. Царство Небесное, подобное тому. Царство Божие, подобное серну, которое посеял, он стал деревом. Царство Божие, подобное, там еще, да, знаете, прочитали от Луки, Матфея, Марка, там, да, в Англиях. От Матфея 4,23 и до 25. И ходил Иисус по всей Галилее, учав синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь. Скажите, всякую болезнь? Всякую болезнь. И всякую немощь. То есть, не было никакого болезни или немощь, которую он не мог исцелять. в людях. Ваши черты. Прошел о нем слух по всей Сирии и привозили к нему всех немощных, одержимых, различными болезнями и припадками, и безноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилей и Десятиградия, Иерусалима, и Юйдеи, из Айордана, представьте, слух прошел к соседям по всей Сирии. О чудесах Иисуса все слышали. Там кто-то пошел в свой город или в свою деревню и сказал, слушай, знаешь, меня сегодня Иисус исцелил, я был слепой, я теперь вижу. И все думали, вау, и всех болезнь приводили к нему. Иисус исцелял их. Было много безноватых, у кого были демоны небеса, Иисус исцелял, пошел вон во имя Иисуса. И Иисус освободил людей. Многие были зависимы от чего-то, да, Иисус сказал, будь свободен, и люди освободились. В Царстве Божьем нет болезней безноватых, нет боли, депрессии, грусти, нищеты, проклятия, печали и так далее. Такой вопрос, почему за Иисуса следовала масса людей? Что было в Него особенно, что масса людей, не просто 12 учеников был с Ним, но еще масса людей за Ним ходили. Даже Ему не дали помолиться отцом, пришли Ему искать Его, где Он. Потому что Иисус, Он говорил о Царстве, и Он проявил Царство Небесное. То есть, Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он помогал нищим, да, и Он не только говорил, но Он показал, то есть, теория и практика вместе. Часто люди говорят, как исцелять, как изгонять, как что-то делать, да, очень много теорий есть. Вы согласны, да, в церквях везде, или не в церквях, да, что-то говорят, как это делать, как это делать, семь шагов, чтобы быть успешным, там, что угодно, да, ну, практика надо, людям надо показать, как это делать, потому что Иисус, Он не сам просто изгонял бесов, но Он дал власть ученикам и сказал, идите, изгоняйте бесов, исцеляйте больных, и Он не пошел с ними, Он послал их, то есть, в принципе, они ничего не знали, они очень мало знали теории, Иисус сказал, идите, представьте себе, что ты почти ничего не знаешь, как изгонять бесов, или как исцелять, Иисус скажет тебе, иди исцеляй больных, иди и изгоняй бесов, и ты такой, ой, я не знаю же, для этого есть пастор, есть ученики, учители, есть апостолы, пророки, да, которые показывают, да, тебе, что делать, как делать, например, ребенку тоже же покажешь что-то, как кушать, да, кормить его, учишь, также мы нуждаемся, написано, что будьте как дети, если вы не будете как дети, вы не попадете в Царство Небесное, и дети, что они делают, они учатся, они смотрят, смотрят на больших, да, как взрослые люди поведут себя, что они делают, не повторяя потом, ты будешь ему говорить, не бежи здесь, да, например, а он будет бежать, например, не кричи, а он будет кричать, может, ты тоже дома кричишь, да, и ты говоришь ему, не кричи на меня, да, ребенок, ну, он слушает, но не понимает это, потому что он просто повторяет взрослых, кто-то показал ему пример, и Иисус, он исполнил слово, и волю Божьей на земле, Иисус носил на себе славу Отца, и люди чувствовали атмосферу, чувствовали, что-то есть особенное, если просто быть на улице, да, или там в кафе, ресторане, там атмосфера другая, да, а пришли к Иисусу, да, сразу чувствовали, хорошо с Ним быть, просто такая легкость, такая любовь течет, да, радость, мир, с Ним вместе, такое, так радостно просто быть, да, и люди не чувствовали, они хотели это, Иисус, Он любил людей, Он был грешниками, Он был пьянцем, Он был блудниками, да, простил блуднику, хотя эти религиозные люди, да, эти, кто там были, фарисеи эти, да, они, они что сказали, они провоцировали Иисуса, чтобы эту женщину кинуть камнями, да, но Иисус сказал, кто же с вас грешный, пусть первый кинет камень, да, и все ушли, только Иисус и блудница оставила, видите, как велика Божья слава, как велика Его благодать, Его милость, что мы, наверное, да, когда кто-то блудил, например, церковь, мы бы, может, выгнали или что-то делали, да, сразу, но Иисус, Иисусом по-другому, но так же Он сказал, иди и не греши больше, иди и не греши больше, и это, то, что Иисус проповедовал, это не можно сравнить тем, что проповедовали в синагогах, раввины, да, то есть учители, они все, они знали очень хорошо, знали Тору, да, пять первых книг в Старом Завете, да, они очень, но очень много, может, знали даже наизусть, наизусть, но у них нету, не было власти, у них не было помазания, не было славы Божьей там, и они просто, просто сухое слово дали, но Иисус, у Него была власть, Он изгонял бесов, Он из селя больных, Он говорил о Царстве, Он покажил Царству, слава Божья был с Ним, Он был другой, и поэтому люди удивлялись, как Он так, ну, как Он так проповедует власти, как Он так изгоняет бесов, и бесы слушают Ему, потому что Он имел власть, которую Отец дал Ему. Молитва очень наша, да, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так, как и на небе. Воля Божья находится в славе, и, конечно, в Слово Божьем. Ты читаешь Слово Божье, там написано, что воля Божья, да, что не воля Божья. Ты сейчас соединен с Иисусом, и посажен на небесах, на правую руку Отца, а там, где Отец, Иисус, там есть слава. И Отец, Сын, и Дух Святой находятся в тебе, внутри тебя уже. И Дух Святой на тебе еще. Если ты родился свыше, и слава Божья тоже внутри тебя, только Он должен проявляться, Он должен выйти из тебя. Размышляй над этим, что Отец, Сын, и Дух Святой в тебе. Какой ты человек, если Бог в тебе, тридинный Бог в тебе? Если слава Божья внутри тебя, какой ты? Представь, Бог в человеке. Мы просто в нашем, если мы мозгами думаем, до нас не доходит это, что Бог, всемогущий Бог, Который создавал небо и землю, находится в нас. Аллелуя. Послание к Ефесянам 2, 4-6 стих. Бог богат и милости по Своей великой любви, Который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресили с Ним, и посадил на небесах во Христе. Где вы сейчас находитесь? Аминь. На небесах. И даже это, я часто размышляю на этом, да, и думаю, как это возможно? Я сейчас посажен на небесах, там, где Отец, на правую руку Отца, вместе с Иисусом Христом, да. Как это возможно? Аллелуя. Ну, в Духе мы там. Аллелуя. Слава Божию, это проявленное Божие присутствие. Его можно касаться, осущать, видеть. Примерно год назад я был на Дом служения, и одна женщина свидетельствовала, что она видела облако славы в Духе. Что она была такая желтая, и такая очень, как густое. А я это чувствовал очень сильно, там такое сильное присутствие Бога, это просто, ну, ты должен сам пережить, я не могу передать это тебе, ты должен испытать это сам. книга пророка Иезекиила 1, 4. Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и любящийся огонь, и сияние вокруг него. В Библии мы читаем, что многие пророки и служители Бога, они столкнулись с славой Божией. И были разные проявления, кто видел как огонь, кто как облако, слава Божия, да, и так далее. Что очень интересно, если ты сам увидишь это славу Божию, я хочу видеть славу Божию, да, так как, когда Моисей, да, он пошел в шатер, или на гору, да, то слава Божия отпускался, да, и все видели это, все как-то вокруг него были, видели это. Ты носитель славы Божией на земле, и все вокруг тебя должны ощущать славу Божию. Божие присутствие это свидетельствует, что с тобой живой Бог. Один служитель, не помню имя, но он просто вошел в поезд и ничего не сказал, не проповедовал, ничего, и дух покаяния зашел на людей. Люди сказали, как принимать Иисуса, они плакали, не рыдали, да, не знали, что делать, да, не чувствовали себя грешным, потому что Бог был с ним, его присутствие, его слава была с ним. И почему этого служителя такое было, это просто, ну, мои мысли, я не скажу, что это сто процентов так, но я просто представляю, да, почему, да, что кто-то написал про него, что он, он постился два раза в неделю, и он имел близкое отношение с Богом. И, в принципе, я думаю, что это так и было, что близкое отношение с Богом, и еще когда ты постишься, да, ты смиряешься перед Господом, ты не кушаешь ради того, чтобы искать больше Бога. и я советую тоже вам, если вы, вы хотите что-то больше, да, вам что-то не хватает Бога, да, начинайте поститься, молиться, искать Его, потому что Иисус, Он показал нам пример, Он постился, Он молился, Он не вошел в свое служение, пока Он не постился, сорок дней Он постился, Он вошел, наполнен Духом Святым, да, вышел оттуда силе Святого Духа, есть разница, наполнен Духом Святым, и сила Святого Духа, да, Он был помазан после этого, потом Он открыл книгу Исаия, сейчас один, да, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, потом Он говорит, это сбывалось сейчас, и все были такие злые, что, что Он, ну, представляет от себя, что на Него Дух Божий, да, но это так было, Он постился, и Он получил силу, и дьявол пришел тоже искусать, помните, да, и Он победил это, Слово Божие, Он сказал, написано так, написано, что человек не живет от хлеба, да, но от каждого слова, что исходит от Слова Бога, от слова уст, от уст Бога, то есть, да, и и так же, может, нам придут ускушения, когда мы постимся, и когда мы постимся, мы, наш плод, она как повинуется Духу, то есть, Дух должен господствовать, не плоть или Душа, да, а Дух, если Твой Дух ведет тебя, то, то ты будешь успешный, и Дух Святой соединен с Твоим Духом, да, и ты будешь успешный, ты будет, у тебя будет, ну, прорыв, ты будешь, уйдешь, слава Божьей тогда. Одна сестра еще в библиотекской школе была, она свидетельствовала, что она, было где-то в магазине, и подошел мужчина, спрашивал там, ну, я имя не помню, как, но примерное, да, имя, там, подошел, спрашивал, у вас Кристина зовут? Он такой, нет, меня зовут Лена, да, такой, ой, простите, я перепутал, и, а, ну, этот мужик подошел после этого магазина к ней, и потом спросил, что, я что-то чувствую вокруг вас, что это такое? А эта женщина такая, не понимаешь, ну, почему, да, и, потом дошло на нее, и она говорит, это Божье присутствие, и она начала свидетельствовать, и, это было такое, как, Евангелие Божьего присутствия, или Божьей славы. Человек чувствовал что-то, да, и, ему интерес сразу пришел, что это такое, мне было так хорошо быть рядом с тобой, да, объясни мне, что это такое, я хочу тоже это, да, и она объяснила ей, что, мы должны тоже, быть так наполнен духом, так наполнен славу Божию, нести славу Божию, чтобы люди просто так покаялись, они вокруг нас, не просто дух покаяния сойдет, они просто покаются. Конечно, мы должны проповедовать тоже, но намного классно, если ты просто ничего не делаешь, а Бог сам коснется человека, да, и человек чувствует, что он грешный, что он не может без Бога больше жить. от Луки, глава 9, 28 до 36. Дней через 8, после того, как Иисус сказал это, Он отправился на гору, чтобы помолиться, сяв с собой Петра, Иоанна, Якова. Иисус познакомил свою молитвенную комнату с учениками, и когда Он молился, лицо Его преобразилось, а одежда стала ослепительно белой, и появилось двое, и стали говорить с Ним. Это были Моисей и Илья. Вокруг них тоже было яркое сияние, и говорили они о будущей смерти Иисуса в Иерусалиме, через которую Он должен будет пройти, уже прошел, да? Петр и те, кто были с Ним, впали в глубокий сон, то есть в транс, наверное, впали, да? Проснувшись, они увидели Иисуса во славе, а также двоих мужчин, стоявших с Ним. И когда те уходили от Иисуса, Петр сказал ему, сам не понимая, что говорит, Господи, хорошо, что мы здесь, если хочешь, мы поставим три шатра, один для тебя, один для Моисея, один для Ильи. И пока Он говорил это, появилось облако, и закрыло их. И они испугались, когда вошли в облако. А голос из облака правоскосил, вот сын мой избранный, повинуйтесь Ему. Голос умолк, Иисус остался один. Ученики Иисуса хранили молчание и никому не говорили в те дни о том, что видели. Ученики Иисуса, они не хотели уйти от славы Божьей. Там было так хорошо, Божье присутствие, была радость, там был мир, там была любовь. И они хотели даже строить, три шатра поставить, да, только, не знаю, они, наверное, хотели снаружи жить, что в один шатер с ними не хотели быть, что, может, слишком много славы. Когда ты переживаешь, слава Богу, ты хочешь еще больше. Знаете, как, например, Каман, он получит дожу, ему так хорошо было, он еще хочет, еще хочет, еще хочет, потом уже зависим. Также Бог хочет, чтобы мы, вкусили его. Написано, вкусите Бога, и видите, как благ он, и чтобы мы жили в славе, чтобы мы пребывали в этом. Потому что слава Божия, оно изменит твою жизнь. Только слава Божия изменит твою жизнь. И Слово Божие, которое сойдет в твое сердце и приносит плод. Ты не хочешь выйти от славы Божьей, потому что там так хорошо, там есть радость, там есть мир, там любовь, там Божье присутствие, там сам Бог, там все, все, что тебе нужно. Может, у тебя даже много проблем, но ты поклоняешься, ты молишься на языках, и просто ты ойдешь, слава Божия. И у тебя нету никаких проблем, тебе хорошо там, ты уже забыл про них. И Бог тебе поможет решать сверхъестественно эти проблемы. как войти слава Божию? Поклоняйся Богу. Как я это делаю? Я ставлю музыку и словами, словами, конечно, которые я знаю уже наизусть. Я начал петь, и закрою глаза, я поднимаю все руки, я забуду все, что было в сегодняшний день. И просто начинаю петь ему, начну прославлять, поклоняться. И молюсь на языках, еще много молюсь на языках. Когда ты молишь, и когда ты поешь Господу, то ангелы не служат тебе, они ходят, восходят и не сходят. Помните, да, вначале я сказал, что вы видите ангелы, сходящие и не сходящие. Ангелы уходят с твоим поклонением, с твоей холой, не приходят слава Божия. Знаете, так хорошо, слава Божия быть, я просто не хочу выйти из него. Иногда просто такое тяжелое слава, такое сильное присутствие сходит. Я говорю всем, Господь, пусть это не отходит, я просто хочу все время быть в этом. Мне неинтересно, там, телевизор, игры, там, новости, телефон, да, все. я стараюсь как меньше проводить время в телефоне, в компьютере, не читаю новости. Я, например, не смотрю телевизор, мне неинтересно, потому что очень много грязи везде, да, в интернете и так далее, да. Если твой разум будет наполнен с грязью, ты, это блокирует тебя отношение с Богом. и как очиститься от себя, потому что мы все должны очиститься, да, наш организм и так далее, да. Бери пост, хоть один день, просто водой, пей воду, да, очисти себя, твой организм, дух, душу и приближайся к Господу, и написано, что молитесь не перестанно, не перестанно молитва, да, я везде, например, на улице, да, и пойду, молюсь, везде молюсь на языках просто, чтобы просто все время быть во присутствии, во славе, да, я хожу в магазин, молюсь на языках чуть-чуть, да, гоп, слава Божа сходит, я чуть не упаду, да, так хорошо просто в этом, и научите благодарить Господа все время, просто все время будьте благодарны за все, что у тебя есть, не надо говорить, почему Господь мне это, почему мне мне того нету, просто благодарите за то, что у вас есть, и за то, что у вас будет, за что ты молишься, может ты молишься слишком много, проще что-то у Бога, начинаем благодарить уже, спасибо Господь, что у меня есть, уже есть это, спасибо тебе, Иисус, Буду заканчивать. Давайте мы встанем, молимся. Халлелуйя. Спасибо тебе, Иисус, за это Слово. Спасибо, что Слово Твое, оно как острый меч, который оделает дух, душу и тело. Халлелуйя. Который изменяет жизнь. Халлелуйя. Слава тебе, Иисус. Пусть каждый, кто смотрит, пусть каждый, кто в этом сале, переживает Твое присутствие, Твою славу, так, как никогда во имя Иисуса Христа. Пусть реки жизни текут во имя Иисуса Христа. Халлелуйя. Благословим каждого телезрителя во имя Иисуса. Если у вас есть какая-то болезнь или боль, во имя Иисуса Христа, приказывай эту болезнь и боль выйти вон во имя Иисуса. Халлелуйя. Принимайте свое исцеление прямо сейчас. Халлелуйя. Пусть слава Божия сойдет на вас во имя Иисуса. Пусть присутствие Духа Святого сойдет на вас прямо сейчас. Пусть реки и воды живы текут во имя Иисуса. Халлелуйя. Халлелуйя, Слава Тебе, Иисус! Мы благодарим Господь за Твою присутствие здесь, за Твою славу. Пусть это умножится во имя Иисуса Христа. Пусть каждый, каждый входит Твою славу, Господь, каждый день. Дай Господь каждому жажду, голод искать Тебя, искать Твое лицо. Халлелуйя, Слава Тебе, Иисус! Благослови каждого во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец! Аллелуя, Аллелуя во имя Иисуса Христа Аллелуя, Амин